Всем привет! Для тех, кто меня не знает, я Игорь Дрилли Страшен, менеджер TeamEmpire Rainbow Six, и это такое видео ответа на вопросы, на такую животрепещущую тему, как произошедшая решаффл в команде TeamEmpire. Когда это произошло? Позавчера, 9 марта, если я не ошибаюсь. Значит, естественно, я не буду выносить всю внутреннюю кухню, происходящую там между игроками и организацией, ну, потому что это банально некрасиво было бы, но в целом, поскольку людям, подписчикам, болельщикам, кажется, что на многие вопросы ответов нет, на какие-то, на какие можно, постараюсь ответить. Значит, во-первых, очень такой самый горячо поднимающийся вопрос, почему ребята ставили фриагентами после окончания трансферного периода? Дело в том, что еще 22 февраля, 21 открылось трансферное окно, сразу на следующий день после Six Invitational, еще 22 февраля всем европейским организациям, которые находятся в EU, ну, поступили письма о том, что 4 игрока и тренер, ну, доступны для трансфера. Мы не задирали цену, мы были открыты очень к любым предложениям, ну, потому что и организация была выгодна, чтобы все 4 человека куда-то перешли или с тренером пятером, вот, и, соответственно, командам, ну, организациям другим, которые могли теоретически купить состав, ну, естественно, если бы мы задирали цену, они бы финансово себе это позволить не могли, вот, а все-таки важно, ну, остаться в хороших отношениях, нам тоже было небезразлично, чтобы ребята смогли продолжить игру в EU. Поступало предложение от двух организаций, ну, конкретно, ну, именно на фулл состав. Одну из них я могу, наверное, назвать, это были Na'Vi, но по всем понятным причинам с 24 февраля они перестали коммуницировать и вообще выходить, ну, в общем, переговоры перестали вестись, вот. И еще от одной организации, которую я называть не буду, потому что вдруг в будущем они созреют и купят. Они тоже, в принципе, переговоры велись, но 24-го все встало на паузу. Только за день до окончания трансферного окна, ну, формально за полтора дня до окончания трансферного окна они ответили, что им ответили Ubisoft, что можно брать российских игроков в состав, но, видимо, не захотели юридически связываться, за полтора дня все оформлять, и, собственно, ну, вышло, как вышло, что ребята остались без команды. И в связи с этим было принято решение сделать их свободными агентами для того, чтобы им было проще найти команду в будущем, чтобы хотя бы никакой buyout не пришлось выплачивать, не пришлось другой RG платить деньги за трансфер игроков, ну, чтобы немножко облегчить их положение. Вот. Это, наверное, самый такой основной вопрос. Почему, вот я вижу вопрос, я потом немножко позже пройдусь по комментариям в ВКонтакте, отвечу на вопросы, но почему, скажем так, задают люди вопрос, было принято решение сделать состав вокруг скутера, или почему остался один скутер. Все очень просто. Перед каждым из пяти игроков у них был созвон с новым тренером, с Олегом, с RazerGM, вот. И каждый абсолютно мог остаться в Team Empire. Но решение о том, чтобы остаться, о том, чтобы двигаться дальше, в том направлении, в каком это видит организация, в том, какой хочет быть команда, на это был согласен только Дима Скутер, вот. Ну и, собственно, он единственный остался. Потому... И напомню, что это все происходило еще 22 февраля, то есть времени было предостаточно на то, чтобы там подумать, передумать. Ну, собственно, вот. Он единственный, кто решил остаться, поэтому нам нужно было искать четверех других игроков. Набрали, я считаю, мы не ноунеймов. Два из них уже бывали в пролиге. Это Андрей Зиева, так и голубы, играли за Virtus.pro. Ну и с Amigen и с Exodus, я думаю, вы знакомы по их выступлению в Hallerazers. Они сами практически вышли в PL. Я думаю, что при хорошем... при хорошей работе тренерской Олега, при достаточном опыте Скутера и ВТГ, ну, много чего сможет команда добиться. Потому что, ну, например, на праках прогресс уже заметен. Вот. Это, значит, второй вопрос. Почему именно так получилось? То есть еще, значит, причины, например, почему решили поменять тренера, это разглашать я, к сожалению, не могу. Вот. Но это останется, так сказать, между нами. Вот. И еще, конечно, вопрос, который очень основной, и люди часто задают. Почему от топ-2 мира, ну, по результатам, прощаясь здесь, Six Intentional, было решено, принято в целом решение сменить состав так кардинально. Дело в том, что это никак не связано с результатами. Ну, то есть, не было такого, что в организации люди посмотрели, такие, блин, нет, топ-2 слишком хреново. Вот если бы выиграли, тогда бы оставляли. Это никак не связано с результатами. Здесь, скорее, результат командного взаимодействия игроков, вопрос коммуникации, мотивации. И вот, ну, такие вопросы встали. И, собственно, именно это и поднималось на собрание, и после которого, ну, вот только скутер решил двигаться в заданном направлении. Дело в том, что в Pro League, как вы уже знаете, это, по-моему, вчера, если не ошибаюсь, заанонсили, большие изменения, например, в Map Pool. Убрали Костлайн, как одну из самых наигранных команду старого состава Империи. Грубо говоря, будет 4 ненаигранных карты совсем. И, ну, нужны были кардинальные какие-то изменения, встряска. Никто не ожидал, что она будет настолько кардинальной. Вот. Ну, получилось, что получилось. Вот, сейчас я немножечко почитаю вопросы в комментариях. Может быть, я на что-то еще не ответил. И после этого, ну, скажу какие-то пожелания. И, собственно, на этом закончу видео. Вот какие правила нужны организации в отношении игроков? Никаких. Контракты у них действуют до... Ну, по всем правилам. От трансферного окна до трансферного окна. Все это решение было обоюдным. Никто никого не кикал. Это, в первую очередь, было решение игроков. Уйти из Импайра и не продолжать выступление в текущем составе. Вот. Какая атмосфера была в команде до Инви и во время? Ну, не идеальная, скажем так. Потому-то, в том числе, и необходимы были изменения. Потому что, ну, типа, ребята, безусловно, молодцы. Я не знаю, болел ли кто-то за них больше, чем я. Ну, конечно, наверное, на уровне меня многие, кто болели на Инви, очень переживал за каждый матч, за каждый раунд, за каждый там фраг. Вот. Но атмосфера была далеко не идеальная. Была напряженная, особенно на буткемпе при подготовке к турниру. Поэтому до того, как мы туда прилетели и начались, собственно, официальные матчи, начались, я думал, ну, если, типа, седьмое, восьмое место займем, это будет очень круто, учитывая, какая, так сказать, напряженка была в команде. Ну, в итоге каким-то образом случилось все преодолеть и заняли топ-2. Круто, если бы занимали, конечно, топ-1, это была бы такая, знаете, лебединая песня. Но, к сожалению, немножко не хватило. Вот. Вопрос, конечно, важный, про который я забыл сказать, который люди в комментариях много задают. Будем ли мы участвовать в глобальных турнирах? На текущий момент, вот 11 марта в 14.04, когда я записываю это видео, ответ да. Никаких новостей от Ubisoft по поводу того, что нас забанили, по поводу того, что команды российские или игроки российские не участвуют в EULE. Пока ничего такого нет. Пока что. Кто знает, может быть, Ubisoft за пару дней изменит свое мнение. Мы очень надеемся, что ничего такого не произойдет, поскольку, ну, Ubisoft ведут коммуникацию, общаются там по поводу тех или иных моментов, не игнорируют нас абсолютно. Будем надеяться, что ни нас, ни Virtus.pro не забанят, и все-таки будет 10 команд в EULE. А могло бы быть 3 русские команды в EULE, если бы не случившийся конфликт, что на самом деле, ну, меня лично очень огорчает. 3 команды русские в EULE было бы очень круто. И было бы, представляете, какое интересное противостояние, там, какая-нибудь из организаций, подписавших четверых из прошлого состава империи против нынешнего состава империи. Ну, такой прям матч. Ну, матчи были бы интересны со стороны посмотреть. Вот, но, к сожалению, текущая геополитическая ситуация слегка вмешалась. И мы не только лишились оплаты картами Visa MasterCard, McDonald's и прочих вещей, но мы также лишились и возможности на адекватный какой-то трансфер для парней. Вот. Что еще тут? Какие моменты? Так, это я вроде бы все ответил. Ну, в принципе, на все вопросы, по большому счету, я ответил. Так или иначе, то, по крайней мере, на что мог отвечать. В общем-то, все. Старым игрокам я желаю все-таки найти какой-то новый дом. В идеале всем вчетвером, потому что неизвестно что. Но, если что, мы всегда будем рады видеть их обратно в Empire, потому что никто их не, ну, нахрен не посылал. И если, допустим, после первого стейджа кто-то захочет вернуться, там, отдохнув три месяца, набравшись сил, набравшись мотивации, то, ну, конечно, мы не будем говорить, нет, мы тебя, игрок, не возьмем. Такого не будет. Вот. Ну, либо если какая-то команда все-таки решит набрать их через год для всех четверых, если они еще будут продолжать желанием играть вместе, если они будут продолжать желанием гореть играть. Вот. Ну, а нашему новому составу, ребятам, я желаю того, чтобы прогрессировать в праках, развиваться. Прогресс уже идет. У нас скоро где-то будет буткемп, я думаю. Ну, в смысле, он сейчас ищется, пока непонятно еще. Мы там рассматриваем и Питер, рассматриваем и Москву. Разные пока варианты. Вот. Еул должен начаться до конца марта. Это я вам по секретику шепчу. Это из коммуникации. Точных дат сказать не могу, потому что это под эмбарго. Вот. Ну и посмотрим, как все пойдет на Еуле. Будем надеяться, что империя не дрогнет. Спасибо всем, что смотрели. Можете оскорблять меня в комментариях, либо писать что-то хорошее. Я в любом случае все прочту. Спасибо.